Итак, всем привет! Вы на канале Малыш Футболист. Мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2 и идем за следующей миссией. Сейчас у нас три миссии на карте. Ну, пойдем к ближайшей. Я думаю, что в любом случае их надо все выполнять. Артур, ты занят? Что такое? Друзья из нижних слоев общества. Я знаю, ты считаешь человеком слово, а не дело. Практически же не мужчина. Ну, я думаю, ты хоть типа искорец, как уголь в масле, но все равно мужчина, потому что похоже, что я нашел кое-что интересное. Да ну, ты когда-нибудь грабил дилижанс? Нет, ну что ты. Как ты мог такое бы... Ну, конечно, я грабил чертовы дилижансы. И ты это знаешь. И что самое сложное в грабеже дилижансов? В том, что вооруженные люди пытаются всадить тебе пуль в лоб. Не совсем. Проблема в добыче. Я имею ввиду, прибыльно ли их грабить. Иногда. Я знаю, но что же, если ты желаешь пойти со мной? То я познакомлю тебя с моим новым и лучшим другом. А он даст наводку на столько разных дилижансов с ценным грузом, что это самый кровожадный делегатор. Но мне довольно трудно угодить. Так. Пойдемте. Так, а он сел, а он со мной. Ты знаешь, я буду заводить друзей в нижнюю свое общество. Ёп твою мать. Вот это вот основная проблема, когда хочешь сократить путь, пытаешься при этом еще читать то, что пишется, и в итоге врезаешься. Показаешься. Ты же знаешь, в резодии друзей. А, ну это он уже говорил. Каны бабай. Давай, давай, давай. Ну, по дороге, потому что если все время сказать по дороге, ребята, мы прекрасно понимаем, что это будет долгий путь. Надо сокращать. Че он там, отстал от нас? Догонит поди или че? Ладно, я надеюсь, сейчас игра не закончится, что мы его потеряли. Так, ладно, блин, я так это знал. Ну, ёканый бабай, вот в итоге... Вообще просто бесятина. Ребят, ну бывает такое, бывает. Просто, знаете, как не нужно проходить миссии в Эдет Эдепшн? Это жесть. Просто жесть. Так и назову видео. Прямо будет заголовок, потому что, блин... В итоге хотел... Побыстрее, блядь, и... Ага, бесит. Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть сократим. Я надеюсь, тут уж совсем такой крюк делать не хочется. Просто не через камни поедем, а по более прямой дороге, да. Где его не запнется. Вот так надо было сразу сделать. Так, он что-то рассказывает про бизнес, что у него неплохой бизнес. Аукционы, золотой родной компании, закрепленная прибыльность. Но вообще все больше плахом после тех проблем с законом. Так, оружие мы здесь заставать не можем. Так, а, привязать лошадь, да? Так, ну и что? Тут может сразу попить, кстати. Ну-ка, интересно. Давай, иди за мной. Говорить буду я. Мы же не хотим его напугать. Вот этот чувак, по-моему, постоянно доски таскает здесь. Не первый раз его уже вижу. Вот так они заходят. Не руками, а грудью открывают дверь. Так, чё, с кем он-то будет разговаривать? А, с почтальоном. Типа, наводочка есть? Привет, Олден. Привет, Джойс, как поживаешь? Роскошно. А, я подойти не могу, типа, чтобы не спрыгнуть. А, нет, могу. Моя старуха плохая женщина, даже ужасная. Таких она много. Как дела на работе, Олден? Олден. Кошмар. Жару они снова урезали, а ещё я слышу, что изобрели безрошадный экипаж. Так говорят с тех пор, как изобрели колесо. Начальство вечно что-то замышляет. Знаю, я с коллегами в таком положении, что там нам сложно выполнять свои обязанности. Олден, мужчина в положении, это вообще не мужчина. Вообще не мужчина. Мой друг Артур приготовил для тебя подарок. Так, а сколько мы должны заплатить? Что, я не понял. Как вы добры, сэр. Можешь звать его Артуром? Он свой. Человек нашего калибра. Ну, хорошо. Сейчас самое время. Джуси Ай, тебе это понравится. Он пойдет на юг по дороге вдоль реки. Через Сильвестранд. Спасибо, Олден. Большое спасибо. Сэнки, у меня чища Джуси. Если ты, Артур Бутерстобер или Ван Хорни, разрешите моего коллегу по имени Гектор. Он тоже один из, как ты про нас сказал, в затрудительном положении. Именно. В затрудительном положении. Мне нравится, как это звучит. Ну, до свидания. Я уже должен сказать. Адью. Адью тебе, Джуси. Так, ну что, мы получили наводочку. Итак. Повозка едет на юг по дороге вдоль реки через Сильвестранд. Ценности в сейфе. Пассажирка Мисс Честер Дэмс очень богата. Оперная певица. Че, славно, но совершенно без талан. Бесталантно. Подключите воображение. Ну, давай, сейчас пойдем подключать воображение. Хорошо, поехали сюда. Ну, давай, поехали, что же делать. А что я говорил? Проще не бывает. Похоже, в наше время многие станционные служащие этим промышляют. Зарабатывают они крохи. Да еще и профсоюзы их обдирают. Вон они хотят подзаработать. Они же, по его словам, там в Стротбери. Много работы для человека твоих талантов. Не думаю, что мне стоит возвращаться в Стротбери после истории с Микой. Я бы на твоем месте так не волновался, мой мальчик. Ты же убил всех, кто мог бы тебя опознать. Отлично сказано. Столько неприятностей. Вы, джентльмены, становитесь знаменитыми так. Скоро попадете на обложки бульварных романов. Ну и умрете, конечно. Мы надеемся, что успеем скрыться. Удача, есть план. Приехали, вот это место. Это место сойдет. Лучше не испытывать судьбу. Ну что скажешь? Ну, судя по всему, добыча находится в денежном ящике сзади. Я устаю небольшое представление, ты сможешь обижать, обижать или жанс открыть ящик и забрать из него все добро. А как я открою денежный ящик? Если не буду пристрелить пушку к главе хозяина, вот это должно помочь. Я могу сделать это тихо. Я надеюсь, что полная тишина не понадобится. Но ты пожалеешь, что я не заточил до ушей. Мисс Дэмсон. О, отлично, Одан, отлично. Конечно, можешь, как обычно, достать пушку. Буду на чеконе, скоро приедут. Так, подожди, давайте мы все-таки пушку подготовим, потому что у меня что-то есть подозрение, что что-то пойдет не так. Ну, приближайся к ним и прошу тебя хоть раз в жизни, а не доставайся раз в оружии. Я поскочу вперед, попробую басту на Дилижанс. Не плюешь, не дай себя заметить, или ты все испортишь. А, можно вот так камеру включить, типа. Интересно. У нас свободная сторона. Та самая певица. Короче, заливает, заливает. Ждите, пока мисс Дэмсон выйдет из заливащи. Я не могу согласиться, ты все же. Интересный момент, что-то непонятно. Тут-то негр мешается, что я с ним сделаю. Он просит выйти, да? Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Маджи. Конец. все еще дирижанс уедет и мы дело в шляпе на всякий случай мы достанем оружие потому что бывает так что начинается перестрелка неожиданно самый неподходящий момент спросите что потревожит джентльмены всего хорошего сколько я взял денег ты даже не знаю но сейчас разберемся все дирижанс уехал миссия такая была несложная ну можно скакать я думаю даже если не просто работу арту хоть разок у тебя все получилось обошлись без трибы отлично отлично это было не трудно ты все сделал сам мы работали в команде мой мальчик вот твои бабосики отлично заходи колдун время от времени до скорой встречи арту давай пока я тебе не хватать 750 ничего себе мы дирижанс ограбили 375 баксов это же японский городовой таких денег таких денег мы вообще никогда не зарабатывали слушайте не но если вы реально хотите заработать в этой игре то тут возможность за что-то увеличивается можно и лошадей продать так и на почту сходить а что он показывает колесо колесо где такие колеса чтобы не могу вспомнить я на карте видел колеса ну короче вариантов заработать теперь много так две миссии осталось так а нет это скупщик а скупщик лошадей здесь у нас да получается ну короче игра увеличивается для заработка но я честно пока не вижу не вижу смысла как бы в деньгах да возможно покупка лошади до какого-то оружия но блин оружие уже достаточно всякого как бы хватает того что есть то есть то что прям нужно оружие ну такого явно нету так ну что двигаемся дальше давайте пойдем к миссии наверное вот к этой хозе и мэтьюс и это уже будет следующем видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока